Песня, загадки и стихи устами самых маленьких и исключительно на родном языке. Вот так в детском саду пропагандируют родное слово. Гостей приглашают в увлекательное путешествие в лес, где дети показывают, как на своем языке разговаривают звери и птицы. Так воспитатели стараются с ранних лет привить воспитанникам любовь к своей республике и к родному языку. КОНЕЦ КОНЕЦ Педагоги с детьми призывают изучить, сохранить и развивать родной язык, знания которого дети демонстрируют еще и на брейн-ринге. Воспитанники соревнуются на знания пословиц и стихов ингульских поэтов. КОНЕЦ 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 Подкрепляя теорию на практике Асет Албакова, увидев труд более опытных коллег, она не упускает возможность взять для себя несколько ценных уроков воспитания детей. Работать педагогом в садике она начала совсем недавно. Дети это просто, как бы вам сказать, неописуемое что-то. Это вообще вот проводить целый день с детьми, это для себя, это очень замечательно. Ты узнаешь о детей, ты узнаешь даже от этих маленьких детей, ты узнаешь что-то новое каждый день. Их слова, как они себя ведут, это вообще замечательная работа. Вот представь себе теперь, маму вовсе без детей. Дома тихо, чистота, красота и пустота. Дом улюдный, но пустой, без течения его. Этот детский сад в Плиево открыли всего три года назад. Здесь стараются всесторонне развивать каждого воспитанника. На таких мероприятиях подрастающее поколение знакомят с историей, культурой и фольклором нашего народа. А педагоги, в свою очередь, делятся опытом, как находить подход к детям. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.